В фестивале участвовали около 20 тепловых аэростатов, среди которых и знаменитый царь Колокол, и яйцо МТС, и денежный мешок. Кстати, этот аэростат не пропустил ни одного фестиваля в Сергиевом Посаде. Новинка сезона – воздушный шар в форме подарка с большим красивым бантом. Для воздухоплавателей небо – это как дом родной, без него они уже даже не могут жить. Однако отец-основатель фестиваля Юрий Вронец по собственному признанию в облака не стремится. – Поднимался два раза и два раза. Испытывал такие острые ощущения, которые… Ну, в одном случае, в первом случае у меня газ кончился, это мы напоследки летели. Во втором случае я пытался сам пилотировать, но там же надо уметь, практики нет, тоже были кое-какие проблемы. Но живой нормально, ощутил острые ощущения, вы знаете, прекрасно. Ну, правда, не хочу больше летать, но так все хорошо. Около восьми часов вечера в Советской площади начали подниматься аэростаты. Но дождливая погода внесла некоторые коррективы в фестиваль. Свободные полеты пришлось отменить, а поднятие спецформ в привезном режиме чуть отложить. – Это летательный аппарат первый, на нем впервые человек оторвался от земли. И у него очень большие ограничения по погодным условиям. Но даже несмотря на непогоду, фестиваль аэростатов привлекает огромное количество зрителей, причем не только Сергея Посадцев, но и гостей города. А на Советской площади не хватало места для всех участников фестиваля. Завершился фестиваль неба Святого Сергия вечерним свечением тепловых аэростатов. Ирина Самойлова, Татьяна Трушкина, Адзимага.